Маленький шаг для человека и большой шаг для человечества. Для страны это громадный шаг. Я бы даже сказал, что вы были зачинателями цифровой трансформации, которая только-только дошла до государственных органов, организаций и предприятий. На самом деле, я наблюдал это с 2000 года, будучи в министерстве. На моих глазах появлялся домен РФ. Я помню все эти переплети, как правильно сказать. Было непросто, но сделали. К сожалению, непосредственного участия в создании координационного центра в получении префикса РФ не участвовал, но всегда гордился этим. Это было здорово. И сегодня Точка.ру, наверное, один из самых читаемых информационных ресурсов в мире. По крайней мере, в Российской Федерации точно. Поэтому 20 лет, ну что, это только начало. Это юноша созрел, стал уже опытным, знает, куда идти, знает, зачем туда идти, и самое главное, знает, как идти. И под это дело сформированы коллективы и организаторов, и не забывать надо технические службы, которые обеспечивают работу координационного центра. Самое главное, чтобы вам не мешали. Для этого и существует, в общем-то, координационный центр, чтобы решать эти вопросы. Насколько я понимаю, в состав и учредителей координационного центра входит и государство, и ведущие игроки этого рынка, как технические, так и медийные. Сама сеть интернет создавалась так, чтобы она работала при любых условиях, в любой ситуации. Это ее сущность. То, что сегодня говорят об информационной безопасности, должны быть не только защита, предупреждения, но и некий иммунитет. Вот сеть интернет уже создана с этим иммунитетом. Ее как нерви, технически она будет работать. Вопрос, конечно, остается со стороны государства к содержательной части информации, которая работает на сети. Координационный центр обеспечивает связанность и работу. Он не мешает ей. И задача доверия к той информации, задача обеспечения защиты населения от фейковой информации, от негативной информации, от информации, которая запрещена законом, это уже задача, я понимаю, других организаций и других служб. Каждый ест свой хлеб. Вот, на мой взгляд, Координационный центр все 20 лет честно ест этот хлеб. О просветительской деятельности сейчас как раз законопроект рассматривается. Как бы, да, нашу с тобой просветительскую деятельность не остановили. Но, как говорится, отвечая на вопрос, а что же делать? Ну, воспитание. Как любого ребенка надо воспитывать, и он становится тем, как его воспитали, в какой среде он рос, так и то, что называл кибергигиена, да, понимание всех этих вещей, оно должно быть, ну, с молоком матери. Если ребенок в одной руке держит уже смартфон, другой еще, как говорится, мамку сосет, то мамка и должна давать ему те знания. Другое дело, что не всякая мамка готова это сделать. Вот. Должна быть целая система. В свое время был такой позыв, такой принцип, что не все родители готовы воспитывать с точки зрения правильного потребления информации, да. А давайте мы это все отдадим государству, не будем называть это в такой праздничный день, эту организацию, да. Почти по-китайски детей отобрать, и мы их будем сами учить, как они должны понимать правильно, и как они должны любить Родину. Я противник этого, и будем совместно с Координационным центром, конечно, разрабатывать программы подготовки. Ведь не случайно и в рамках цифровой экономики мы с тобой в одной рабочей группе информационной безопасности видим, что большая часть сегодня, большая часть ресурсов и сил направляется именно на обучение, именно на подготовку, во-первых, на обучение учителей, те, которые будут учить и детей, и юношества, и взрослых, то есть должно быть постоянное образование до возрастов, которые, как говорится, и старше меня, и, во-вторых, учить тех, кто подвержен вот этой вот информационной опасности, скажем так. Поэтому вы на правильном пути. Еще раз, еще раз, с праздником, с 20-летием. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok